Мы знаем, что идут переговоры. Хотел бы заметить, что сама возможность продвинуться вглубь армянской территории на какое-то расстояние возникла, как я понимаю, именно потому, что собственные пограничные войска Армении или военнослужащие Армении не находились на линии границы, а находились в глубине территории. И таким образом дали, что называется, физическую возможность преодолеть это расстояние. Обращение, которое было по поводу этого факта в ОДКБ, касается консультации. Статьи, которая предусматривает консультации. Я хотел бы на это обратить внимание. Правительство Армении обратилось именно за этим в ОДКБ. Ани обратилась за помощью в отражении вооруженной агрессии, которая описана совсем в другой статье договора о коллективной безопасности. Мое личное отношение ко всему происходящему я бы выразил таким образом. После того, как, по сути, была проиграна война на Горном Карабахе, это было удостоверено фактом перемирия и передачи целого ряда районов, которые не были военно-путем захвачены в ходе войны Азербайджану, передачи их к Азербайджану. Ясно, что требуются большие усилия для восстановления вороноспособности, боевого духа, уверенности не только вооруженных сил Армении, но и Армении в целом в том, что страна может быть защищена своими силами. И все происшедшее является следствием, безусловно, того, что Армения оказалась вот в таком внутренне расколотом и на самом деле очень тяжелом состоянии. Это никак не оправдывает, на мой взгляд, провокацию, а я считаю провокацией любые передвижения в гултарманской территории со стороны Азербайджана, который ловит момент, использует момент для того, чтобы добиться еще каких-то преимуществ, еще что-то выторговать, еще что-то получить. Это абсолютно прозрачная ситуация, на мой взгляд, и она, конечно, должна быть диагностирована, неважно, публично об этом заявлено, не публично, но во всяком случае я уверен, что статус-кво должен быть восстановлен. Мне кажется, что вообще сейчас любые серьезные решения, которые должна принимать Армения, в том числе касательно границы, всегда будут рассматриваться внутри Армении очень пристально, критически, потому что политическая ситуация в Армении, заданная неочередными выборами в парламент, заданная остротой борьбы накануне этих выборов, она просто не дает возможности всерьез, что называется, объективно, непредвзято рассматривать происходящее. Потому что, на самом деле, доверие у значительной части общества к правительству Армении отсутствует, судя по опросам населения, по-разному как бы относятся и к существующей власти, и к оппозиции. Но у меня впечатление такое, что на самом деле, при том, что действующий, исполняющий обязанности премьера Николай Пашинян пользуется определенной поддержкой части населения, ну, во-первых, невооруженным глазом очевидно, что поддержка его после войны в Нагорном Карабахе резко упала, и он не идет в сравнение с той поддержкой, которая, на самом деле, ему высказывалась в годы бархатной революции, во время внеочередных парламентских выборов, которые дали большинству блоку Мойшак. Сейчас ситуация совершенно не такая, и динамика электоральная, насколько мне известно, состоит в том, что премьер теряет поддержку. Чем это закончится, я сейчас не хотел бы предвосхищать, но мне кажется, что возможности для действующего премьера сохраниться в этой роли после выборов, они минимальны. При том, что какую-то долю голосов, какую-то часть голосов он получит, и его сторонники, по всей вероятности, в каком-то количестве парламенте окажутся. Но все остальные оппозиционные силы их объединяет при разности их подходов, объединяет критическое отношение к действующему правительству. Также очевидно, ну, по крайней мере, до этого обострения в Сюдике, что руководство Азербайджана тоже заинтересовано в том, чтобы действующий премьер, с которым легко вести дело, потому что он как бы синоним поражения, легко на него давить, легко ему угрожать, легко его пугать, им бы он тоже был предпочтительнее, чем кто-либо из тех, кто сегодня выступает против руководимого им правительства. Россия, как вы знаете, на официальном уровне воздерживается от вмешательства внутренних дел Армении, потому что любое вмешательство России на официальном уровне, ну, может быть, в этом случае неправильно истолковано армянским народом. Мы считаем, что армянский народ мудрый народ, исторический, это наш союзник, наш друг, и навязывать ему свою точку зрения, официально, по крайней мере, мы не собираемся. Другое дело, что политические, общественные деятели, армянская диаспора в России, естественно, имеет свои предпочтения, и я могу судить о том, что здесь практически диаспора армянская в России, она объединена неприятием ситуации, которая сложилась в результате войны, и неприятием действий действующего премьера, который здесь тоже рассматривается как символ и виновник поражения. Азербайджан сегодня на волне эйфории, связанной с успехами военными и дипломатическими, и иначе бы он, наверное, не предпринимал ту акцию, которую сегодня мы обсуждали в начале, а именно всякого рода попытки добиться односторонних преимуществ. Я не думаю, что Азербайджан прекратит эти попытки, я не думаю, что союзник Азербайджана в этом вопросе, Турция, не будет его на это вдохновлять, как она вдохновляла его, на саму эту операцию, на сами эти военные действия, не просто вдохновляла, активно ему помогала. И что касается Армении, то, на мой взгляд, любые серьезные переговоры возможны только после того, как будет проснена внутриполитическая ситуация, то есть после 20-го числа. Безусловно, ключевой вопрос, который с самого начала был в основе Нагорно-Карабахского конфликта, именно статус Нагорного Карабаха, он остается нерешенным. Если раньше Армения и Нагорный Карабах исходили из того, что вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть достигнут в результате договоренности с Азербайджаном, по которому часть районов, ну, практически те, которые были, в конце концов, переданы Азербайджану, будет ему передана взамен признание самостоятельности и независимости Нагорного Карабаха, то теперь мы понимаем, что эти районы отданы Азербайджану в обмен на прекращение военных действий, а не в обмен на статус. И этот вопрос статуса является главным нерешенным вопросом, который, на мой взгляд, сейчас очень сложно было бы к нему подойти в силу состояния Армении. Я лично полагаю, что какое-либо решение судьбы Нагорного Карабаха в духе требований, которые выставляет Азербайджан, а именно территориальная целостность в границах Азербайджанской ССР, даже не Азербайджана, потому что при распаде Советского Союза Азербайджан уже не контролировал значительную часть из них Нагорный Карабаха. То есть он не владел Нагорным Карабахом, есть золотое правило, чем владеешь. Это была конфликтная зона. И признание Азербайджана в границах Азербайджанской ССР, мне кажется, было поспешным и условным. Тем не менее, оно действует, и, конечно же, надо достигать договоренности. Со стороны Азербайджана, я всегда это считал, было бы разумно не порождать бесконечную череду будущих военных конфликтов, столкновений и взаимной ненависти, а пойти навстречу в вопросе о самостоятельности Нагорного Карабаха, потому что мне очевидно, что Нагорный Карабах в нынешнем составе своего населения, он, да если бы даже население это было на момент распада Советского Союза, 75%, 74% армянского населения, ни в каком случае не готовы жить в составе Азербайджана. Азербайджан с этим, как вы знаете, не согласен. Но международные посредники в межвоенные периоды пытались добиться согласия на то, что будет проведен референдум в Нагорном Карабахе, референдум при сохранении пропорции численности Нагорного Карабаха до конфликтного периода, что означало по всем прогнозам безусловное в этом случае обретение Нагорным Карабахом независимости, потому что три четверти населения явно высказались бы за это. В Азербайджане это прекрасно понимали и не хотели мирного регулирования. Они с какого-то момента сделали ставку на военный реванш и им помогло то, что между Россией и Арменией после бархатной революции в Армении возникло определенное недоверие между одними и другими, неполная уверенность друг в друге и так далее. Вот этим Азербайджан, мне кажется, и Турция воспользовалась, что и стало результатом всего происшедшего. Я желал бы развития экономических связей, процветания и Армении, и Азербайджану. Я просто не верю в то, что без взаимных уступок возможно выйти на такой уровень отношений, при которых развитие экономических отношений между Арменией и Азербайджаном будет выглядеть как само собой разумеющееся. Сегодня для того, чтобы их развивать, нужно насильничать над армянской или азербайджанской стороной, потому что степень взаимного отторжения после новой войны он очень высок. Эти конфликты массово воспроизводятся в условиях вот этой взаимного отторжения. После войны, которой погибло так много людей, и с армянской стороны до сих пор, как мы знаем, требования возврата пленных, которые с точки зрения Армении не выполняются, Азербайджан. С азербайджанской стороны свои претензии. Верить в то, что проснувшись рано утром будет тишь благодать и все будут избыточно комплементарны и вежливы по отношению друг к другу, ну, это в условиях Кавказа что-то вроде фантастики, что-то вроде чуда, в которое я не очень уверен. Поэтому ответственность сторон нельзя снимать за поддержание мира, не только миротворческий контингент за это отвечает. Ну, а что касается миротворческого контингента, то в основном он свои функции выполняет успешно, но следить за всем и вся каждый солдат не может быть миротворческого контингента приставлен каждому жителю Нагорного Карабаха или находиться одномоментно во всех участках линии соприкосновения. Поэтому вот и возникают эти инциденты. Я очень боюсь, что это будет продолжаться по крайней мере до того момента, когда не возникнет договоренность, похожая на справедливость по отношению к обоим сторонам, которые обе стороны воспримут как справедливое решение вопроса. Война закончена, но мира не наступила в полном смысле этого слова. и напряженность это можно сказать, что закончена война между Израилем и Газой. Сейчас не ведутся прекращены обстрелы израильской территории и с Израиля обстрелы территории Газы. Но значит ли это, что просто воцарился прекрасный чудный мир в Галилее, в Палестине и так далее? Конечно же в Палестине